Тетради и учебники в сторону. Пришло время школьных каникул. Организацию отдыха и оздоровления маленьких крымчан обсудили в администрации Симферополя. Этим летом представители льготных категорий, а также одаренные школьники полуострова, смогут не только отдохнуть, но и познавательно провести каникулы. Тематические площадки, детские лагеря дневного пребывания, организация походов и экскурсий. В Крыму подготовили все условия, чтобы маленькие крымчане могли набраться сил перед новым учебным годом. В бюджете города Симферополя предусмотрены средства на обеспечение детей льготной категории, пребывающих в лагерях. Такая сумма составляет 2,837,016 тысяч рублей. То есть нам этого вполне хватает, чтобы обеспечить детей льготной категории питанием, там, где родители выбирают двухразовое или трехразовое. Одна из задач компании – оздоровить около 70% льготных категорий детей. Однако глава администрации Симферополя уверен, что в этом году можно охватить больший процент юных крымчан. Дофинансировать 20 миллионов, ну давайте найдем, не вопрос. Я думаю, депутаты нас поддержат, правильно, чтобы мы 100% охватили всю льготную категорию. Это будет хороший показатель. Договорились, мне в течение недели все предложения, в том числе и дофинансированные. Из республиканского бюджета на оздоровление всех школьников Крыма выделили 300 миллионов рублей. Достаточно серьезно подняли уровень отдыха по сравнению с прошлым годом. Ну, конечно, это не предел. Есть некоторые недоработки, о которых мы сегодня открыто и прямо говорили. А есть нехватка, скажем, финансов, о которых мы также все знаем прекрасно. Ну, будет, так скажем, куда расти. Победителей конкурсов, фестивалей, спортивных турниров и просто активных представителей подрастающего поколения тоже ждет отдых на базе детских оздоровительных центров Крыма. Алена Сергеенко, Виталий Голубев. Время новостей.